Библейский портал экзегет.ру представляет Отца, а буйный, не слушает облечения. От плода уз своих человек вкусят добро. Душа же законопреступников зло. Кто хранит уста свои, тот переживет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложные свидетельства, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Так звучат первые пять стихов 13 главы книги-притчи Соломона. И Соломон начинает поучать сына своего и говорит о том, что мудрый сын слушает наставления Отца. Это очень удивительное такое и правильное указание, особенно не только для века древнего, но и особенно для века современного. Человек разучился слушать. Поэтому тот человек, который не умеет слушать, как говорит, например, об этом даже и Кирилл, свидетель Кирилл Иерусалимский в огласительных поучениях, что человек должен слушать, слышать, слушать, понимать и помнить. Это состояние слушать, оно очень важно для человека. Христос говорил фарисеям и обличал их, имеете, говорит, уши и не слышите, имеете глаза и не видите. Часто мы в сегодняшнем современном мире сетуем и говорим, что подрастающее поколение, дети, они нас не слушаются и не слышат. Но надо здесь сказать и другое, что, может быть, они слышат наше наставление, но надо сказать так, что и видят наши действия. Поэтому, когда мы сетуем о том, что дети нас не слушаются, нужно подумать о том, о наш образ поведения, насколько он соответствует сказанному нами, если уже говорить о этом и с другой стороны. Апостол Павел, например, учит так, что дети, повинуйтесь родителям вашим, но сказано и другое, что родители не раздражайте детей ваших. Поэтому в процессе воспитания, конечно, мы еще коснемся этого вопроса, конечно же, в процессе воспитания нужно и думать то, как мы воспитываем детей с раздражительностью или воспитываем их по заповеди Христовой. От плода уст, продолжает премудрый Соломон, человек вкусит добро, душа же законопреступников зло. Что это означают эти слова? От плода уст человек может вкусить добро. Опять же, в Новом Завете есть такие слова у апостола Павла. От слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Потому как за каждое праздное слово человек даст отчет на страшном суде. Празнословие. Это страшный грех. Грех, за которым сегодня люди даже не наблюдают, как за грехом. Считают, что человек, который говорит, это человек такой социально активный, общительный. С ним всегда может быть интересно. Не знаю, насколько. Но, наверное, когда это уже не перейдет некую границу, когда человек называет болтуном. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Надо нам также с вами помнить о том, что первое, в общем-то, испытание души, когда она отделится от тела, на предварительный суд будет проходить мытарство. То первое мытарство, так и называется, мытарство празднословие. То есть, когда человек не придает значения своим словам. Говорит, говорит, язык как помело. Для такого человека премудрый Соломон предупреждает и говорит, от плода уст своих вкусит человек добро. То есть, в зависимости от того, что человек будет говорить, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Или добро, или зло. Кто хранит уста, продолжает в третьем стихе, уже настаивает на этом, предупреждает. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Кто хранит уста свои, бережет душу свою. А кто широко раскрывает рот, тому беда. Так утверждает свою мысль. Мы видим, как здесь звучит у премудрого Соломона даже сам стиль его наставления. Он сначала говорит основную мысль, а потом раскрывает все, что произойдет с человеком впоследствии. Далее переходит на другую тему, о которой уже неоднократно он говорит и к ней возвращается. С разных сторон старается человек объяснить, что душа ленивого желает, то есть живет похоть ими, но тщетно, а душа прилежных насытится. О чем здесь речь? Как говорят сегодня, общаясь с современной молодежью даже, они говорят так, что мечтать не вредно. Действительно, душа ленивого желает, то есть мечтает, она строит различные планы, но тщетно, то есть бесполезно. А душа, то есть человека, который прилежно относится ко всякому делу, начинает всякого дела, доводит его до конца. Об этом говорит премудрый Соломон, что душа такого человека насытится. То есть он не останется без плода своих замыслов. «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». Здесь премудрый Соломон указывает нам, куда нам нужно употребить такое состояние нашей души, как ненависть. Не может человек ненавидеть. Есть даже такое понятие, как праведный гнев. Но Соломон премудрый говорит, что праведник ненавидит что ложное слово. Вот сюда нужно направлять весь наш гнев, все наше раздражение, если хотите, но если можно вообще дать такой совет. Но, тем не менее, даже в Священном Писании мы встречаем такие слова. «Господь создал змей у псалмопевца Давида, например, ругайтесь ему». То есть виновник греха, он всеил в души человеческие смуту и сомнение в человеческую природу, потому что Господь создал змей, ругайтесь ему. Так сказано это аллегорически и не только в книге Священного Писания. И мы читаем далее. «Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». Опять премудрый Соломон говорит о пути человека. Мы уже говорили об этом неоднократно, и снова он с разных сторон подходит, как бы старается достучаться до наших сердец. Говорит, что правда хранит непорочного. Здесь мы вспоминаем слова Господа и Спасителя Иисуса Христа, который так и наставляет, что «блаженны алчущие и жаждущие правды». Здесь мы вспоминаем и слова святого князя, великого князя Александра Невского, который так и говорит «не в силе Бог, а в правде». И действительно, правда хранит непорочного в пути. Но правда одной недостаточно, потому что говорят у каждого человека своя правда. Когда мы, православные христиане, говорим о правде, то мы имеем, что правда только одна, и она у Бога. Нет разных альтернативных площадок для правды. Здесь можно даже вспомнить, например, Салтыкова Щедрина. У него есть удивительный рассказ, называется «Добродетели и пороки». Часто у людей бывает такое желание соединить правду Божию с какими-то своими похотями и желаниями. Часто бывают люди подстраивают слова священного писания, что мы находим и у еретиков, под свое какое-то понимание. Вот у Салтыкова Щедрина есть этот рассказ «Добродетели и пороки», который как бы, если вспомнить другого писателя, например, Клайву Льюису, он говорит так, «не надо навешивать на священное писание человеческие идеи». Он говорит, что священное писание — это не вешалка. И вот Салтыков Щедрин во своем рассказе «Добродетели и пороки» как бы разворачивает всю эту картину, вот это вот бесполезное, тщетное желание человека соединить правду с ложью. И он пишет. Однажды решили между собой примириться и найти некий такой консенсус или состояние естественное для них, как они понимали, там состояние такой толерантности «Добродетели и пороки». Вдруг здесь они решили спросить совет у Иванушки-дурачка, здесь он играет не совсем положительную роль, он говорит, «Ну что вы, вы же свойства просто характера, найдите какой-нибудь компромисс, ну что вы на протяжении всей жизни враждуете между собой, добрые дела и пороки». И тут благочестие подумало, почему бы действительно нет, правда подумало, почему бы действительно не договориться с ложью, блуд подумал, почему бы не договориться с целомудренностью. И вот они собрались и решили, где же им найти такую вот площадку, чтобы не враждовать, ведь надо какое-то искать вот толерантное отношение друг с другом. Искали, искали, и как пишет Сладыков Щедрин, и нашли. И вот они родили. Стоит, говорит, перед ними ни рыба, ни мясо, ни животное, ни присмыкающаяся, ни мужчина, ни женщина, что-то такое среднее, некое такое оно, стоит, говорит, головушка опустила, глазками захлопала, румянесть даже на щеках заалился. И называется это состояние, и это естество, которое породили пороки и добродетели, одним словом, лицемерие. Это вот состояние, желание соединить пороки и добрые дела, называется одним словом, тем, которым Христос обличал книжников и фарисеев. В наружне они хотели показаться благочестивые, то есть имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, как дальше скажет апостол Павел. Так он их обличал, Христос этих двоедушных людей. Выговорит лицемеры, сверху красивые, а внутри мертвые. То есть здесь, в общем-то, книга-притч, и премудрый Соломон на протяжении всех тех или иных сопоставлений праведника и грешника, мудрого и глупца, нечестивцева и человека святого старается эту мысль нам привить, и чтобы мы ее уяснили, что невозможно соединение пороков и добродетелей. Поэтому так и пишет. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие погубит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Здесь премудрый, здесь, вернее, преподобный Ян Кассиан пишет по этому поводу так. Он видит в этом богатстве не просто богатство материальное, но богатство святости. Пишет так. Иной выдает себя за богатого, а у иного ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Вот его цитата. Точно говорит, в дырявый кошелек кладет в свои прибытки тот, кто все, что не приобретет, через обращение других, теряет невоздержанием своего сердца и ежедневным развлечением духа. Что он говорит? Кого он приобретает? Приобретает людей. То есть, это прямое указание для людей, которые занимаются просвещением, миссионерским служением. Тот, говорит, который приобретает, но кладет, как в дырявый кошелек, если сам не обуздывает себя. Так и говорит, теряет невоздержанием своего сердца и ежедневным развлечением духа. И таким образом продолжает. «Бывает, что думая, будто могут приобрести большую пользу через наставления других, сами остаются без исправления». И здесь он приводит эту цитату, притча 13.7. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Преподобный Анкасиан тот, который своей жизнью и своими подвигами примирил некогда две противоборщие стороны, Блаженного Августина и Пелагия, когда сказал о важной составляющей в деле человека, то, что выражено было у него одним словом, которое звучит по-гречески как синергия – соработничество Бога и человека. Поэтому он здесь дает такое наставление, что человек, который приобретает и наставляет других, но если сам себя не исправляет, а наставляет других, то ничего не приобретает, а только теряет. Как у апостола Павла есть такие слова «Как бы нам, проповедуя Христа, самим не остаться без Христа». Есть у апостола Павла такая мысль. И действительно она очень важна. «Как бы нам, проповедуя Христа, самим не остаться без Христа». И мы читаем с вами далее. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Что означают эти слова? Эти слова говорят о том, что в каком направлении человек употребляет свое богатство. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою». Есть такие удивительные слова у псалмопевца Давида, который говорит о том, что тот, кто милует человека бедного, дает взаймы Богу. Помним того богатого юноша, который подошел ко Христу и сказал, «Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царствие Божие, чтобы спастись?» Он говорит, соблюдай заповеди и перечисляй этому заповеди. Почитай от своей мать, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Он говорит, все это исполнил от юности моей. Тогда Христос говорит, недостает тебе только одного. Тебе мешает твое богатство. Не потому, что богатство само по себе плохо, а потому, что ты неправильно употребляешь его. Ты прилепился к нему и надеешься на него. Поэтому из уст Спасителя звучат такие слова. «Горе надеющимся на богатство». Человек надеется на богатство, что богатство поможет ему и войти в Царствие Христово. Он говорит, горе надеющимся на богатство. Поэтому юноше он предлагает раздать это богатство и следовать за ним. Почему? Оно мешает ему увидеть путь ко спасению. Оно мешает ему увидеть самого Христа. Поэтому ко Христу он не обращается «Господи». А как? Он обращается «Рави». Он ему говорит «Учитель». Не более того. То есть во Христе он видит только лишь Учителя. Но не Спасителя. И мешает ему увидеть в нем Бога, его богатство. Потому что он надеется не на Бога, а на свое богатство. Надежда на Бога не постыжает. Но материальное же богатство. Будет человек постыжен, который надеется на него. Итак, свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угаснет. Действительно, в Священном Писании много говорится о свете. Свет Христов, мы знаем и слышим эти слова за богослужениями. Свет Христов просвещает всех, которые цитируются из Священного Писания. Действительно, и Христос говорит своим ученикам. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Далее, премудрый Соломон продолжает говорить «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость». Говорит, обличает грех самонадеянности. Действительно, когда человек не желает советоваться, когда он свою некую такую индивидуальность в любых вопросах, независимо ни от чего, считает неким критерием истины. И здесь премудрый Соломон обличает таких людей и говорит, что это не что иное, как признак высокомерия. И это высокомерие производит раздор. Действительно, это мы встречаем везде. И даже в нашем богословии. Когда люди перестают обращаться по своим богословским вопросам в консенсум патрум, к согласию Отцов, к Вселенским Соборам. И свое личное, какое-то телогуменое, частное мнение выдают за критерий истинности, это порождает, премудрый Соломон говорит, что раздор. Мы знаем, есть и другое слово – раскол. Если дом, говорит Христос в своих наставлениях, уже в Евангелии, если дом раздвоится в сам себе, то он не устоит. У одного – одно мнение, у другого – другое мнение, у третьего – третье, у каждого какая-то своя истина, истина одна. И Христос говорит о ней так. Я есмь путь истины и жизнь. Богатство Отцуетности, продолжает премудрый Соломон. Богатство Отцуетности истощает, а собирающий трудами умножает его. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнивающееся желание, как древо жизни». Тут, ну, некоторые даже такие есть притчи, которые и не нуждаются в особом истолковании, они очевидны. Ну, говорит, богатство Отцуетности, действительно, человек, есть такая пословица, дурная голова ногам покоя не дает. Когда человек ищет только лишь и все свои силы и надежды направляет на то, чтобы собрать лишь богатство, и ищет его то там, то там, обманами и всякими неправедными действиями, то это не что-то, как суета, суета, томление духа. «Но восхваляет премудрый Соломон, человек, который собирает трудами постоянными, собирающий трудами умножит его». «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». «Кто пренебрегает словом, каким словом? Словом Божиим». «Все, кто пренебрегает словом Божиим, тот причинит вред себе». Почему? Сказано, слово Божие освящает человек. «А кто боится заповеди, тому воздаяние». Что значит бояться заповеди? Мы слышали уже неоднократно начало премудрости страх Господней, означает благовейное отношение к Богу, понимая, кто Бог и кто я. Что значит бояться заповеди? Бояться приступить ее. Почему? Потому что беззаконие ведет к смерти. Боится же человек. Говорят человеку, не приступай черты. Вот пропасть. Ну не делай шах, нет там моста. Человек говорит, ну а почему нельзя? Я же свободный. Сделал шах, упал, разбился. В духовном понимании этого слова. Говорится, не прелюбодействуя. Человек говорит, почему? Я свободный. Делает шах, это ведет его к смерти. Человек говорит, не лжесвидетельство. Он говорит, почему? Я же свободный. Делает шах. Лжесвидетельство привело к тому, что люди распяли Христа, именно нарушив эту заповедь. Нашли лжесвидетелей. Потому что не за что было Христа обвинять. Воскрешал мертвых, исцелял больных, кормил голодных. Учение мудрого, источник жизни. Удаляйся от сети смерти. Эту мысль, он премудрость Соломона утверждает, которая была выше. Добрый разум доставляет приятность. Путь же беззаконных жесток. «Всякий благоразумный действует знанием, а глупый выставляет напоказ глупость». «Всякий благоразумный действует знанием». Никогда вера в Бога не отрицала познание. Это ответ тем, кто говорят о том, ну что там у вас в церкви. «Слепая вера». Почитайте эти слова тем, кто так говорит. «Добрый разум доставляет приятность. Путь беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием». «Худой посол попадает в беду, а верный посланник спасения». Что это за посланник? Посланник с греческого апостол. Верный апостол. Мы говорим «верую воедину святую соборную апостольскую церковь». Апостол Павел и Господь Иисус Христос в Евангелии предупреждают, что многие придут под именем моим. То есть разные придут посланники. Но от них не будет спасения. И на это здесь премудрый Соломон своим пророческим взглядом дает указание. «Нисчета и посрамление отвергающему учению. Нисчета и посрамление отвергающему учению. А кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание исполняющееся, приятное для души, но несносно для глупых уклоняться от зла». То есть глупый человек говорит, что уклоняться от зла — это значит нарушить свободу. Так и говорит. «Несносно для глупых уклоняться от зла». Они считают это совсем необязательно. Они свободные люди и считают, что зло — это, в общем-то, ничего такого в этом нет. Потому что в этом мире все уверовали в теорию относительности. Все говорят относительность. Нет никакого критерия истины. Это теория, которая сегодня, в общем-то, так или иначе, бродит и блуждает в умах современного человечества. Она называется таким даже пресловутым словом, как релятивизм. Или целое движение такое, еретическое, называется движение Нью Эдж. Гласит только об одном. «Попробуй, человек, если тебе это нравится, то значит это хорошо». Так и говорят. На вкус и цвет товарищей нет. У каждого своя истина и у каждого своя правда. Ложь несусветная. Такое заключение мысли. Премудрый Соломон так и пишет об этом. Так и пишет. «Несносно для глупых уклоняться от зла». Он говорит и подводит, как бы здесь итог такой, и ставит диагноз. Что, говорит, всякий человек, который не видит критерий истины, который не видит Бога и не хочет увидеть в своей жизни, такое состояние его ума называется просто глупость. И мы читаем далее. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится». Действительно. Здесь и комментировать ничего не надо. «С кем поведешься, от того и наберешься». Так и говорит. «С умным, говорит, пообщаешься, ума наберешься, а с глупым последний растеряешь». Это уже русские пословицы. Это уже даже не премудрый экресиаст. «Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром». Действительно, грех — это как бумеранг. Каким человек грехом грешит, тем он, в общем-то, и наказывается, и наставляется Богом. Бог показывает человеку, как грех — это как бумеранг, он настигает человека. Бог показывает человеку, в чем он согрешил, чем он и накажется. Показывает ему, чтобы человек это понял, поняв возлюбил и предначал волею. Итак, «добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Что это за слова? Тут невольно вспоминается и притча, которую Христос приводит о безумном богаче. Помните, когда безумный богач говорил, «Господи, как хорошо!» Он мог даже имя Господа произнести. «Сколько богатства у меня, сколько...» «Куда его теперь девать?» «Несметное количество?» «Какой еще очередной счет открыть?» «В какой офшор его засунуть?» Если перевести на современный язык, так он и думал. Но Господь ему отвечает «безумный», называет его «безумным человеком». Почему? «Сегодня, — говорит, — придет ангел и заберет душу твою. Сегодня ты умрешь, и будет исхищена душа твоя. Кому останется все, что ты скопил, на что ты надеялся?» Так и говорит. «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Это может достаться совсем другому человеку, и Бог знает, кому это достанется. «Ибо надежда на Бога не постыжается». Как апостол Павел и пишет в другом месте. «Мы, — говорит, — ничего не имеем в этом мире, но всем обладаем». Есть над чем подумать. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Много, — говорит, — бывает хлеба и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. То есть Премудрый Соломон оставляет, что во всяком деле должен быть порядок. Даже когда особенно много и богатства, когда оно бывает у бедного. Если будет беспорядок, то это богатство отнимется. Имеется в виду не только богатство материальное, но и богатство духовное. Что это означает? Должен быть порядок в духовной жизни. Утром — утреннее правило, вечером — вечернее правило. Воскресный день — храм Божественной Литургии. Во время поста — пост. Христос в воскресе, Христос в воскресе. Христос рождается с Рождеством Христовым. То есть есть определенный порядок в духовной жизни. Если человека будет насыщаться, но беспорядочно, и упражняться беспорядочно в духовной жизни, он может прийти к бедности. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Я говорил, когда мы только начали сегодняшнюю рассматривать главу, что к этому вопросу мы вернемся. Что здесь за слова? Если мы посмотрим, например, греческий перевод и 22-й псалом Давида, где говорится тоже о розге, который переводится как посох. Вот известный нам псалом, как он звучит в синодальном переводе. «Господ пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. «И если я пойду долиной смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Если посмотреть в Септуагинте, в греческом переводе, что слово «жезл» точно такое же слово стоит и здесь. «Розга», «жезл». Можно прочитать так. «Кто жалеет жезл свой, тот ненавидит сына своего, а кто любит, тот с детства наказывает его». То есть, что такое жезл? Жезл — это символ правильного управления жизнью или правильного управления государства. Жезл. Поэтому здесь премудрый Соломон хочет сказать, кто в детстве не наставляет жезлом, то есть, властью своей, властью отца, властью матери, сына своего, тот ненавидит его. То есть, кто не наказывает, тот ненавидит. Так Господь и говорит, кого люблю, того наказываю. Сам Бог посылает нам наказание для того, чтобы исправить наши пути. И если здесь и человек в семье обязан подражать Богу, не с раздражительностью, конечно, не с какими-то там «Избави Бог» побоями или уничижениями, но ради спасения своего ребенка необходимо употреблять родительскую власть. Так и говорится, кто жалеет жезл, то есть, или ротги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Мы же знаем опять нашу пословицу. Наказывает, пока, говорит, поперек лавки лежит, когда уже вдоль, там уже, он еще неизвестно, как себя поведет, когда ты начнешь его наказывать. Уже поздно, время ушло. Завершается эта глава такими словами. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Действительно, как сказано, блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Тот человек, который в жизни своей распределил и расставил правильно акценты именно в духовной жизни, у того и жизнь обычная, такая будет в порядке. На первом месте, если у человека Бог, на втором месте семья, а потом уже все остальное, то такой человек, как говорит премудрый Сламон, будет всегда насыщен, а чрево беззаконных потерпит лишение.